Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск программы новости РЕН-ТВ Саратов. Сколько в нашем регионе подземных ходов? Какую находку обнаружили подувеком? Для чего строились бункеры и что означает выражение «запилиться»? На эти и другие темы мы поговорим с настоящим саратовским диггером Егором Сухининым. Здравствуйте, Егор! Здравствуйте! Егор Сухинин, 22 года, окончил техникум по специальности «Газовик-техник». В настоящее время работает испытателем авиационных приборов в конструкторском бюро имени Глухарева. Диггерством увлекся еще со школы, серьезно стал относиться к хобби 4 года назад. За это время побывал в подземельях таких городов, как Самара, Волгоград, Пенза, Нижний Новгород, Москва, Санкт-Петербург. Родной город Саратов изучил вдоль и поперек. Егор, расскажите нам, пожалуйста, все-таки диггер – это хобби или профессия? Конечно, это хобби, потому что из-за этого профессию очень тяжело сделать. Но некоторым людям все же удается превратить это в профессию. Ну, я мало знаю таких людей. Как именно это выглядит? Ну, некоторыми людьми могут заинтересоваться какой-то бренд. Какой-то компании может понравиться их фотографии. И в итоге будут спонсировать их поездки, путешествия. И они будут рекламировать продукцию какого-то бренда. Это, например, может быть фонарик, специальное какое-то оборудование, туристическое снаряжение. Вот так только может это, я думаю, превратиться в работу. То есть можно стать рекламным лицом той или иной марки, которая именно помогает в диггерстве. Именно. Скажите, ну, в каждой профессии, в каждом хобби существует свой романтизм. Вот в чем романтизм именно диггеров? Ну, здесь тоже у всех разные вкусы. И вот лично мне очень нравится посмотреть, как это все строилось, было устроено, как это все работало. Приходить в какие-то места, которые уже, как сказать, не действуют. И представлять, как это все работало, как люди ходили. Для кого-то романтика проскочить через охрану. Егор, а с какими трудностями обычно сталкиваются диггеры? Ну, само собой, это бывают охраны и также правоохранительные органы. Вот правоохранительные органы, они по большей части мешают работе диггеров? Они не то, что не мешают, не помогают. Был как-то случай, когда самим пришлось вызвать полицию. Но это когда, по-моему, в 2011 году в убежищной театральной площади был найден труп. Диггеры должны обращаться за разрешением попасть в ту или иную локацию? Или все это происходит незаконно? В основном происходит незаконно, но если кому-то где-то хочется официально побывать, то обращаются либо к директору какого-то предприятия, либо к начальнику охраны, либо через знакомых. Егор, а как вообще вы выбираете места для новых исследований подземных ходов? И откуда вы узнаете о них? На самом деле существует множество способов. Самый распространенный — это, естественно, карты со спутника. Но здесь тоже нужно иметь опыт и знать, как распознать, так скажем, с высоты интересные места. Также, если грамотно задать в поисковой системе запрос, то тоже можно что-то интересное вычислить и отправиться. Иногда помогают исторические книги, например, про Саратов. Вот так вот мы одну книгу читали с товарищем и отправились в винные погреба Шехтеля на Московской. И обнаружили так же, как и в книге, все было описано? Ну, там просто было сказано, что там находились винные погреба, там глубокая система подземелья. И, естественно, беспроигрышный вариант — это поход в архив. Но этим способом мы очень редко пользуемся, потому что это труднодоступно, к сожалению, не всегда пускают туда. Но пару выписок делали и отправлялись. Ну и самый интересный способ — это просто идти по улице, везде оглядываясь и находить что-то подозрительное, интересное. А потом уже свободное время заглянуть и залезть. — Егор, большинство телезрителей, которые сейчас нас смотрят, ничего не знают даже о подземных ходах, о самых знаменитых среди диггеров. Вообще много их у нас на территории области? И где они протягиваются, где они тянутся? — Ну, естественно, самая большая легенда — это, что весь Саратов, исторический центр, окутан подземными ходами царских времен, построенный в XIX веке. Кто-то говорит, что они использовались как дренажные системы, потому что боялись, что при оползне город сползет в Волгу, скажем так. Кто-то говорит, что они были для удобного передвижения высокопоставленных людей. И слышал, что чуть ли не на конях передвигались. Но лично сам так и не убедился в существовании таких подземных ходов. Вот я слышал, что многие цокольные этажи исторических зданий, они все были соединены между собой. Но я пытался найти как-то какую-то связь одного здания с другим, ни разу так и не получалось. Но два раза находил проем в стене, который был просто замурован. Даже видно, что кто-то пытался его пробить или копать. Но это, может быть, как раз и была эта связка с каким-то другим зданием. Но я больше склоняюсь к тому, что это просто арендаторы соседнего здания специально забетонировали, чтобы к ним никто там не влез. Но если из реальных существующих, это, конечно же, по которым можно передвигаться. Это известные две подземные реки Тайбалык и Белоглинка. Вот Белоглинку, знаю, самое большое ходили от табачной фабрики до Волги под землей. Ну, а Тайбалык, ну, там под всем для поврага можно пройти, под Радищево. И, по-моему, даже с какой-то дачной она вообще начинается. Но я знаю, что только по Глебоврагу ходят. Может, там какие-то трудности. Я только в Белоглинку ходил. Ну, а кто-то даже, не знаю, отчаянные, в недостроенные коллекторы лезут. Также в кабельные коллекторы тоже некоторые под улицами, под заводами проходят. Ну, тут тоже вкусы расходятся, кому что нравится. Вообще у нас в нашем городе, в нашем регионе много представителей диггеров? Ну, сейчас их количество очень сократилось, потому что, ну, все равно появляется новая молодежь. Но вот когда я начинал с теми людьми, которыми… Когда это было? Ну, я, в принципе, очень давно начал. Я, наверное, с 2009-2008 вот так вот активнее-активнее. И уже в большую компанию попал где-то в 2011 году здесь, в Саратове. И было около, не знаю, ну, даже человек 15-20 друг к другу приезжали, ну, из городов других приезжали, мы в другие города ездили. Но сейчас кто вырос, кто женился, и поэтому многие уже, так скажем, выпали из этого дела. Не особо много сейчас осталось. Много ли новичков приходит к этому хобби, и чем опасно это занятие для людей, которые вообще не подготовлены? Ну, особо несчастных случаев я под землей вот не знаю. Вот знаю, что, к сожалению, подростки падают вот только со строек, но чтобы вот под землей что-то случалось, мало такого было. Например, помню случай в Киеве в каком-то году двое подростков, не, не двое, там их, по-моему, больше было, залезли в коллектор в дождь. И все, и двое потом всплыли в какой-то реке. Остальные смогли выбраться. В принципе, только, не знаю, опасность для подростков, что их могут на учет поставить. Егор, расскажите, у нас на нашей территории области фиксируется в последнее время много коммунальных аварий. Как-то это влияет на ваше хобби, на диггерство, и какие-то изменения, возможно, в подземных ходах произошли? Ну, скорее всего, нет, потому что обычно, если, ну, дренажные системы их не затопят, на то они и есть дренажные системы. А если, что касаемо убежий, что в основном, если, как сказать, убежище забросили, то забросили, можно сказать, с концами. Там никто воду откачивать не будет, но чаще всего они затапливаются из-за грунтовых вод, а не из-за коммунальных аварий. Поэтому это как-то не особо мешается. Я знаю, что у диггеров существует много всевозможных поверий, даже свой сленг существует. А для чего диггеры замазывают свои фотографии, лица свои на фотографиях? Ну, это на самом деле просто параноики, которые считают, что если они куда-то залезли, то их начнут прям искать, чуть ли не ФСБ. Но им все равно хочется показать, что они там были, фотографируются там и не знают, как быть. То ли выложат их, арестуют, то ли не выкладывают, никто не узнает, какой их герой. Ну, и в итоге просто выкладываются и замазываются глаза, там, лица. Но я чаще всего склоняюсь к тому, что это обычная паранойя. Либо кто-то считает себя некрасивым. Егор, если вспомнить о своем последнем путешествии подземелья, а где, куда это было? Ну, если брать из того, что мне особо запомнилось в Саратове, то сейчас объектов, к сожалению, мало осталось. И вот то, что удается найти, вот интересно было сходить в Уехские штольни. Потому что у нас некоторые объекты в Саратове, их до войны строил аж Метрострой. Потому что у нас не было таких инженеров, которые бы могли спроектировать и, скажем так, построить такие сооружения. Ну, и вот интересно было посмотреть, чем же занимался здесь Метрострой на Саратове. А для чего они были вообще проложены? Штольни? Да. Потому что в 30... не вспомню, конечно, год, в 1930 каком-то, произошел крупный оползень. И сделали вывод, что еще такие оползни, и то, что гора просто-напросто съедет и смоет железную дорогу. И тогда было принято решение строить эти самые дренажные штольни, чтобы железную дорогу не размыло. Егор, ну а если взять в принципе, в общем, диггерство, то главная цель ваша, когда вы отправляетесь в новое путешествие, в новое неизведанное место, неизученное? Ну, скорее всего, я больше всего люблю лично я фотографию. Кто-то просто даже не фотографирует, ему просто нравится там находиться, кому-то так же процесс нравится. Но диггеры это в основном мужская половина или все-таки девушки тоже присутствуют у вас? Ой, много любопытных девушек, конечно, бывает, тоже там просятся с нами. Ну, если что-то не очень опасное, то почему бы и не взять? Егор, диггерство само по себе опасное занятие. А с какими опасностями сталкиваются люди, которые попадают под землю? Ну, здесь у каждого свои страхи, у кого-то клаустрофобия, кто-то боится темноты, кто-то узких тоннелей. Но, тем не менее, тоже есть такие люди, которые просто окутаны этими страхами, и они все равно хотят идти. Кому-то нравится преодолевать свой страх таким образом. Кто-то хочет испытать себя. Да, на прочность. Ну, а вообще само по себе ощущение, когда спускаешься под землю, с чем это сравнимо? И что вы там видите? Холодно ли там? Какие ароматы там витают в воздухе? Расскажите. Ну, тоже все зависит, конечно, от объекта. Честно говоря, если убежище в хорошем состоянии, там вот такое нетронутое, со времен Холодной войны, всякие просто вещи лежат там, пускай даже пыльные, но тем не менее на местах. Просто чувствуется реально, что сейчас вот-вот что-то начнется, вот все на готове. Очень хорошо ощущается атмосфера, но запах обычный как-то вот старых вещей, которые относятся к гражданской обороне. У них как-то свой специфический запах один. А бывали ли какие-то находки во время ваших путешествий, и часто ли вы забираете с собой сувениры на землю? Ну, есть, конечно, кто любит забрать, кто специально оставляет, потому что жалко. Ну, честно говоря, потом в итоге все равно кто-нибудь придет да заберет. Ну, а так, если вот именно в Саратове, самое интересное, ну, не особо здесь как-то лично я находил, так как обычно все это на раскопках находится, я этим не занимаюсь, а находили убежище телефон Нью-Йоркский 42-го года. Так скажем, первый мобильный телефон полевой. Есть любители, кто коллекционирует противогазы тоже. Находили. Это частая находка? Ну, да, но можно обычный, конечно, найти, но удавалось найти именно от 42-го года тоже старого образца, которых уже вообще нигде нет и не производят. Но это тоже все для любителей. Я, в принципе, не стремлюсь что-то найти. А если в других городах, ну, последнее, что запомнилось, вот я был в Калининграде, там я, там в Калининграде просто столько всего лежит, что людям уже, они всего понабрали себе в коллекцию, в музей, что там 42-го года немецкое, это все просто так валяется. Но сюда не заберешь, потому что через границу не проведешь уже. Егор, но если представить, что вы собираетесь, назовем так, в подземную экспедицию, то какое количество состава, сколько людей с вами идет, и какие вещи вы обычно берете с собой, спускаясь на глубину? Ну, особо у нас в плане глубины именно в Саратове не разгуляться. Ну, тут, само собой, просто идет фонарь. И опять же повторюсь, что все зависит от объекта, смотря куда идем. Все стандартное, фонарь, правильно одеться, чтобы не замерзнуть. Бывает, конечно, наоборот, жарко, бывает, когда холодно. А что касается количества людей, то там же так же зависит все от места. Если это идет что-то уже незаконное, естественно, лучше поменьше людей набрать. Ну, какая самая малочисленная группа отправлялась вместе с вами в такой поход? Ну, стандартно двое. Двое? Да. Есть взаимодействие среди диггеров, может быть, клубы, вы, может быть, встречаетесь, собираетесь, как-то передаете друг другу информацию? По России мы все очень тесно общаемся, даже можно назвать какой-то своей семьей. Потому что в какой-то город хочешь ехать, там легко можно с кем-то заобщаться, у кого-то остаться. Егор, каждый из саратовцев привык к повседневной жизни видеть цирк, проспект Кирова, набережную космонавтов. Под какими из этих объектов, под какими из известных объектов, есть подземные ходы? Ну, также насчет ходов я ничто не могу сказать, если, которые касаются исторических тоннелей. Но вот что интересно, иногда оказываются различные командные пункты, они в виде убежищ, под такими зданиями, под которыми вообще даже не ожидаешь, что они там могут находиться. Это также больницы, детский сад может быть, жилой дом. Даже есть, скажем так, один торговый центр, но я не буду называть какой именно. Под ним бункер? Да. А для чего этот бункер был? Неизвестно. Он не был, он и есть, действует. Он стоит на балансе у МЧС, но туда все равно не так легко попасть. Большое спасибо, Егор. До свидания. До свидания. А я напоминаю, что гостем в нашей студии сегодня был саратовский диггер Егор Сухинин. До свидания. Спонсор прогноза погоды – компания «Пеплос». Качественная одежда для мужчин и маленьких джентльменов. Фирменные магазины «Пеплос». Только сейчас. Скидки на школьную форму до 30%. Плюс скидки по рисконтной карте. Поспешите. Здравствуйте. Прогноз погоды на выходные дни 25 и 26 июля, субботу и воскресенье. По области погоды будет следующие. В Ольске – плюс 29, плюс 32. Малооблачно, дождь, гроза. В Калининске – плюс 24, плюс 27. Перемена облачность. В Новозенске – 28, 30. Ясно. В Ивантеевке – 25, 28. Ясно. В Саратове ожидается преимущественно ясная погода. Ветер будет западным от 2 до 4 метров в секунду. Атмосферное давление – 752 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха – плюс 26, плюс 30. А вот в Португалии, в Лиссабоне – 21,23 со знаком плюс. Погода ясная и абсолютно без осадков. Это все в рамках этого выпуска. Удачи! Спонсор прогноза погоды – компания «Пеплос». Качественная одежда для мужчин и маленьких джентльменов. Фирменные магазины «Пеплос». Только сейчас. Скидки на школьную форму до 30%. Плюс скидки по дисконтной карте. Поспешите!